О нынешней ситуации в классическом университете рассказал в интервью корреспондентам Политсибру зав. кафедры археологии, этнографии и музеологии профессор Алексей Тишкин. Почему он больше не считает родной вуз оплотом свободы слова, как его записали в оппозицию к нынешнему президенту Алдву и почему бакалавр это только начальный уровень подготовки читайте на Политсибру. В школах Наукограда вводят табу на мобильники, сообщает бийский рабочий. Запрет на пользование телефоном во время учебного процесса все чаще прописывают в уставах и правилах внутреннего распорядка городских школ. Причины несколько, говорят педагоги. Например, невнимательность учеников, которые отрывают взгляд от доски, чтобы полистать электронные страницы. Подробнее о минусах и плюсах наличия мобильников в школах читайте на страницах бийского рабочего. В алтайском селе Редкая Дубрава растет гигантский снеговик. Его высота примерно 6,5 метров, ширина полтора. Трудятся над гигантом четверо школьников для участия в интернет-конкурсе на самого большого снеговика. Если выиграют, получат приз 100 тысяч рублей. Весь процесс создания снеговика ребята снимают на видео, трудятся каждый день. Они надеются, что их снеговик станет, если не самым большим в России, то в крае точно, пишет комсомольская правда Барнаул. Барнаульский аэропорт проверит известный общественник Илья Зотов. Все больше жалоб от пассажиров поступает на работу общественного транспорта Сибири. Иногда это объективные факторы, в том числе бюджетные ограничения, отмечает Зотов. Но есть случаи откровенной халатности со стороны транспортных предприятий. Задача донести позицию пассажиров до власти. Корреспонденты московского комсомольца на Алтае сообщают, что Зотов, глава общероссийского объединения пассажиров будет в Новосибирске и Барнауле с 18 по 20 февраля. А тем временем валидаторы в барнаульских автобусах со скрипом проходят тест-драйв банковскими картами, сообщает информагентство Банкфакс. Тестировать карты начали 12 февраля. Корреспондентам стало известно, что валидаторы во многих случаях не справляются с поставленной перед ними задачей и оплата карты не проходит, что вызывает возмущение не только у горожан, но и у кондукторов. Тем временем чиновники отмечают, что к оплате проезда банковской карты еще привыкают и кондукторы, и пассажиры, поэтому за неделю ей воспользовались лишь несколько десятков человек, что косвенно подтверждает сведения о проблемах.